Эфир телеканала Беларусь и Терегомель продолжают новости спорта. В студии Михаил Садовский. Здравствуйте! Завтра завершится 15-й тур чемпионата Беларуси по футболу высшей лиги. Мозорская славя примет на своем поле Витебск, а Солигорский шахтер встретится в гостях с городей. Стартовый свисток прозвучит в 16.30 и 18.45 соответственно. Напомним, ранее эти матчи не состоялись. Причина переносов – участие белорусских футбольных команд в матчах первого квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА. Еще одна новость касается Мозырян. Два представителя славии вошли в расширенный состав молодежной сборной. Решение озвучил главный тренер сборной Ю-21 Сергей Яромко. Главком включил в расширенный состав молодежки 29 человек. Среди них и игроки Мозорской славии – полузащитники Глеб Шевченко и Артем Петренко. Окончательный список из 23 человек определится 7 октября. Сейчас футболисты готовятся к матчам квалификации Евро-2021 против сверстников из Норвегии и Кипра. Областная спартакиада детско-юношеских спортивных школ по боксу среди юношей 2004-2005 годов рождения завершилась в Светлогорске. На протяжении трех дней более 60 юных спортсменов выясняли, кто лучше подготовлен и достоин звания победителя. Они представляли спортивные школы Гомеля, Мозыря, Жлобина, городского поселка Октябрьский, а также Лельчиц и Ветки. По итогам турнира учащийся Гомельской с дюшор номер один спортивного общества «Динамо» Константин Гаруля занял третье место в весовой категории 70 килограммов. Триумфаторами сентябрьской гонки «Зонрейс» стали калинковичане Александр Амельчук и Вадим Гришан. Участники забега должны были справиться более чем с 25 препятствиями на 7 километрах. Самый зрелищный забег профессиональных экстремалов. Победу у соперников вырвал минчанин Игорь Горбунов. Совсем немного ему уступил калинковический гладиатор Александр Амельчук. На основной трассе «Зонрейс» испытали себя участники не только элитного забега, но и новички. В самом массовом забеге категории «Стандарт» триумфаторами стали Вадим Гришан из «Калинковичей» и Александр Амельчук из «Минска». На этом пока все с новостями спорта. Вас знакомил Михаил Садовский. Оставайтесь на «Беларусь-4». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова